Так, ну что, ребят, всем привет! Меня многие просили сделать же обзор на обложку The Economist, получается Cryptos Downfall, то есть падение крипторынка, соответственно, и, как мы видим, вот такую приколюху мемчик сделали у нас в одном из телеграм-каналов, вот, типа, якобы, TVT, да, вся криптопада, это TVT растет, но TVT, я говорил, что надо фиксироваться и не жадничать, вот. Один интересный момент вам покажу сразу же. У нас, соответственно, конец криптографии, ну, сейчас я все покажу. В общем, подписчик, благодарю Антон Телючко, мне написал, что, соответственно, на облочке журнала кадры из пустыни BlackRock, как инвестфонд, вот, поэтому имейте в виду. Ну, в общем, вот, я загуглил, получается, пустыня BlackRock, а если, получается, каньон, каньон BlackRock, то, получается, вот так он будет выглядеть. Ну, я так понимаю, скорее всего, каньон, потому что, ну, видно, что что-то американское такое, вот, какой-то штат, и, соответственно, такие дела. Это первый момент, да, чтобы вы понимали, то есть, естественно, американские рынки, скорее всего, могут упасть. Вот, говорят, что там чемпионат мира, все дела, вот, но это не самое важное. Самое интересное, что они обновили статью, и было это буквально 29 минут назад, ну, давайте я даже обновлю еще раз. Вот, 2 часа назад, короче, они перезалили, видимо. И самое интересное, смотрите, ноябрь 19-го, а сегодня 18-е, а вот этот, ну, не статья, а журнал, сори, вышел, получается, выпуск у нас 17-го ноября, вчера еще, но, но, самое интересное, смотрите, он должен выйти, по идее, я так понимаю, то ли в продажу, то ли куда, 19-го числа. Ну, это уже интересные моменты, то есть, вполне на завтра может ждать какое-то интересное движение. Вот, если же посмотреть все издания, как мы видим, какие были перед этим, то есть, что там, крипто-хоррор нас еще ожидает, и так далее, что же будет в следующем, рынки в красном, там, туда-сюда, вот, и, соответственно, это не только инфляция, и сейчас крипто-даунфолы, типа, падающие звезды такие, то есть, крипто-рынок еще будет штормить. А по поводу BlackRock, то, что BlackRock может вполне соскамиться, совпадения не думаю, да, поэтому не удивляйтесь, если это произойдет. BlackRock, это у нас международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, как мы видим, и, соответственно, размеры активов 10 триллионов долларов, и, напоминаю, плюс они постили новости, что, соответственно, инвестируют биткоин. Вот, получается, у нас 29-го сентября BlackRock запустила ETF на Euronex компания, потом запустит ETF, связанное с метавселенными, а вот еще 11-го августа запустила якобы биткоин-траст, ну, когда рынок на 25 тысяч долларов пошел. Вот, смотрите, получается, у нас 22-го января 2021 фонды BlackRock могут начать инвестировать в биткоин, когда как раз активный бычий рынок пошел, а партнерство Coinbase и BlackRock может подтолкнуть биткоин 770 тысяч долларов, самое интересное, да? Вот, соответственно, биткоин может вырасти из-за партнерства на 700 тысяч долларов, совпадение тоже, да? Вот, соответственно, 12-го августа BlackRock запускает спотовый инвестиционный фонд на биткоин там и так далее. Вот, 18-го июля у нас, говорит, бывший топ-менеджер BlackRock со временем биткоин превзойдет золото. 28-го апреля запускает ETF на акции, работающих с криптовалютами и блокчейном компаний. За месяц до, кстати, обвала рынка мы продолжаем исследовать криптовалютный сектор. Ну, короче, вы поняли. Вот, по поводу остальных моментов. Вообще, если посмотреть обложки, то на самом деле я посмотрел по всем вот этим журналам за все практически года. Вообще, большая часть информации, может быть, сбывалась. Но это и манипуляция своеобразная. То есть, ты даешь, допустим, большую часть информации, процентов, там, 50 или, ну, даже не 50, а процентов 90, да, допустим, каких-то фактов, что сбываются, знаете, как в Симпсонах. И потом ты в какой-то момент в 10% просто даешь какую-то фейк-инфу. Ну, не то чтобы обмануть, а ввести в заблуждение, я бы сказал бы так, понимаете. Вот, по поводу доллара. Проблема доллара, естественно, началась якобы в 16-м году. Но я напоминаю, что у нас Федоризерк печатает 60-х годов доллары, да, и, соответственно, ФРС США печатает очень активно. И, как мы видим, он подрос за все это время на практически там 15 тысяч процентов, если не больше, да, даже больше. Вот, поэтому, ну, пускай будет 15 тысяч процентов. То есть, думайте, это в полторы тысячи раз, если я правильно посчитал. Поправьте математики в комментах. Вот, поэтому, и, соответственно, вот у нас то же самое, соответственно, проблемы по поводу роста маркетов у нас там в июле 2021 года. В феврале как долго будут повышать ставки, ну, типа, ключевые. Потом, соответственно, Федоризерк опять провалился, типа, Бенджамин Франклин ловит фейспалмы. Потом, соответственно, что будет следующим, соответственно, специальный отчет по поводу экономики у нас мировой. Потом, соответственно, хаос прайс хоррор, как мы видим, цена обвалилась. Ну, то есть, цены еще пойдут вниз. И, как мы видим, такой якобы график вот здесь, да, вниз падает. Поэтому, типа, консолидация и падение. Что сейчас и произошло? Совпадение? Ну, может, я уже придумываю, конечно, но все может быть. И, типа, это не только инфляция. Потом, соответственно, у нас идет, инфляция вернется, либо нет. Это, получается, за 2020 год. Но суть не в этом. Вот. Потом, соответственно, инвесторы стоят слишком оптимистичными по поводу у нас мировой экономики. 17 ноября тоже. Вот. Американская инфляция, энергетический кризис в Европе и политика Китая по борьбе. Вы поняли, с чем? По-прежнему остаются огромными проблемами. Вот. И я напоминаю, что, опять же таки, инфекционная вот эта болезнь начала опять всплывать. И экономика Китая имеет наибольший потенциал для того, чтобы преподнести приятный сюрприз. В 2023 году власти предоставили 20 поправок и своим правилам получается и 16 мер, чтобы помочь фермам, занимающимся недвижимостью. Рост инфекции означает, что новые блокировки будут неизбежны. Проблемы мировой экономики по-прежнему серьезны. Это не просто так отмахнется на них. Красный квадратик, что типа мы пойдем еще вниз. И самое интересное, что вот у нас якобы эта статья тоже там за 19 число. Но больше всего меня поразило, что вышло 17, а здесь написано 19. То есть вполне возможно завтра может что-то и ждет. Ну, может ни хера не ждет. Ну, посмотрим. Будет видно по ходу дела. Ну, это так. Двух слова хотел показать. Виталик у нас Бутейна шеломлен тем, что в Криптокома держит Шибарину в качестве резерва. И, получается, сторонники Шиба критикуют Виталик Бутейна за его комментарии. Хотя у него и самого на балансе лежат, да? Вот, если кто забыл, они ему перевели. Ух ты, 20% в Шибарину. То есть впечатляет. И он отметил, что не понимает, зачем кому-то держать 10 миллионов долларов в Шибарину. Я не понимаю психологию человека, который сейчас держит 10 лимонов в Шибарину. Вот, и появилась реакция сообщества, особенно с дружеских, по поводу, с учетом дружеских отношений Бутейна с проектом. Вот, поэтому такие дела. А, вот, не договорил по поводу, что Шибарину Ариоши заявил, что подарил Бутейну почти 50% предложения актива. В мае прошлого года жег 90% в своем портфеле, пожертвовал 10% на благотворительность. Также у нас вышла интересная статья или выпуск, я так понимаю, какой-то дайджест, да? Биткоин-эксперимент Сальвадора не окупается. Стоимость криптовалюты страны упала на 2 трети. Смотрите, какие интересные моментики. Я читал полностью, но если выжимку, давайте подойдем. Получается, по поводу того, что, к сожалению, факты ужасны и, по крайней мере, для 6,5-миллионного населения Сальвадора страна потеряла почти 65 миллионов долларов или 2 трети из 105 миллионов долларов, которые лидер, то есть на Букеле, да, получается, одержимый социальными сетями потратил на криптовалюту. То есть он из государственных денег, если кто забыл, вот, инвестировал в биткоин. И, соответственно, как мы видим, инвестировал 105 миллионов долларов. И текущая стоимость упала, получается, почти в 4 раза, то есть, получается, 40 лямов сейчас стоит. Предполагает, что можно верить на слово, покупки отслеживаются с помощью его твитов. Заявил, что на самом деле это не убытки, поскольку он не продал ни одной монеты, подражая братьям по биткоинам, которые кричат, что один биткоин стоит один биткоин всякий раз. Но одно дело он бы за свои бабки покупал, да, а другое дело на бабки государства. Вот он также утверждает, что падение не имеет большого значения, поскольку составляет 0,2% от ВВП. Он считает, что биткоин стимулирует туризм, несмотря на это правительство испытывает нехватку денег. Убытки от биткоин-запоя букеля обошлись в стране в других отношениях. Аналитики и кредиторы обеспокоены тем, что Сальвадор не сможет погасить свой долг в том числе около 667 миллионов долларов. А угадайте, представьте, если он продаст свои биткоины и обрушит по маркету. А это может произойти, понимаете, и многие этого не ожидают. Вот, подлежащих погашению в январе, чтобы убедить рынки в том, что оно избежит дефолта, в сентябре правительство выкупило свои суверенные облигации на сумму 565 миллионов долларов. Но в том же месяце рейтинг агентства Fitch понизила рейтинг страны. Сальвадор также может у нас обратиться к Китаю, чтобы выкупить свой внешний долг, если будет заключена потенциальная сделка о свободной торговле. Сальвадорцы, получается, ну не стали закупаться битком. Некоторые из них, возможно, сделали это только для того, чтобы израсходить 30 долларов биткоинов, которые правительство дало людям, скачавшим цифровой кошелек. Целых 77% считают, что правительство должно прекратить его скупать. Это делает криптовалюту слабой. Ну, получается, криптовалюта это слабость. Получается, букеля и самопровозглашенный, самый крутой диктат в мире имеет рейтинг одобрения 86% в основном из-за подавления преступности. С марта более 50 тысяч подозреваемых членов банк были заключены под стражу. Но наличие одной непопулярной политики может быть ценой, которую он готов взять на себя, как потеря биткоинов, по крайней мере, на данный момент. И, кстати, он еще сказал, что они будут покупать по одному биткоину в день после того, как не покупали ни одного биткоина почти 6 месяцев. Он также отмахнулся от любой критики своего решения окупить его за государственные деньги. Ему написали, типа, прекратите пить кулэйт элиты и взгляните на факты. Поэтому такие дела, ребят. Далее у нас идем, получается. У нас говорят, что биржа FTX, естественно, ставит шрамы за вчера новость. Ну, это и так, понятно, уже оставила. По поводу, получается, биржи Coinbase. Тут якобы Coinbase эффект. Проекты говорят, ну, опять же-таки, это было на бычьем рынке. Сейчас это, понятное дело, ни хера не работает. И говорит, что Coinbase популярная биржа. В те проекты, которые она листит, соответственно, всякий раз, когда она получает одобрение, попадает на листинг, обычно подскакивает от 50 до 500%. Ну, то есть почти в 6 раз. Ниже приведена диаграмма с 9 последними монетами. Получается листинга, которых варьируется от 5 до 750%. Одним из важнейших факторов рост или падение цены монеты является рыночная капитализация до листинга. Капитализация вообще тут ни при чем. Вот, и, соответственно, говорят, типа низкая капитализация обычно имеет большую популярность, чем с большей капитализацией. Ну, капитализация – это цена умноженная на количество монет. Следите за Coinbase в Twitter и там и так далее. И следите за обновлениями, типа, как листятся. И, соответственно, закупайте на других биржах и получайте gains, типа, заработки. Вот, но это работало на бычьем рынке. Я напоминаю, сейчас это, понятное дело, ни хера не работает. Но самое интересное, что у нас получается разрыв пузыря биткоина в статье «Экономиста в 2011 году». Вот тут начинается самое интересное, кто досмотрел до этого момента. Вот, у нас, получается, смотрите. 21 октября, ровно 11 лет в прошлом, экономист нашел статью о биткоине. Одна из первых, которую он когда-либо делал. Название «Разрыв пузыря биткоина». То есть, типа, пузырь лопнул, да? Уже говорит, какова позиция за иконами, получается, в направлении крипта уже в эти дни. Обстоятельство было одним из первых биткоин-быков, когда-либо исчезающих. Биткоин резко упал с 33 до 5 долларов. То есть, в 10 раз, считай. Статья, в основном, заключается в том, что шведский, получается, у нас пиратский политик, купил BTC за 18 долларов и теперь начал продавать его на уровне 2,5 доллара. Они также написали статью о технических особенностях биткоина, буквально названную «Бит и Боб», то есть журналистику высокого уровня. Это не только показывает, как мы ушли с тех пор, но так как и основные средства массовой информации всегда будут называть нас пузырем и называть это лопнувшим пузырем. О чем я говорю, что за иконами на 100%, ребята, любому изданию не надо доверять, даже мне не надо доверять на 100%, потому что я тоже могу ошибаться, понимаете? Мы должны быть первым пузырем, который надувался, затем лопнул более чем в 400 раз. Мы также обязательно однажды оглянемся на этот медвежий рынок и просто посмеемся, как смеемся над предыдущими медвежьими рынками. Есть и что-то неизменное в криптографии, то это не технический анализ, не основа, определенная не цена, а тот факт, что терпение всегда побеждает. Так вот, по поводу терпения. И смотрите, когда вышел этот журнал, сейчас вам покажу, получается, по поводу... Вот он, смотрите, сейчас я вам открою. Вот, получается, по поводу того, что биткоин там пузырем, лопнул биткоин пузырь 21 октября 2011 года. Открываем на графике, ребята, и как вы думаете, сколько же... Где же был тогда биткоин и сколько он стоил? Стоил он 2,5 доллара, и вот здесь это было дно. На следующий день после дна, ну, хорошо, через давайте два... Не, нас... Да, короче, разворот через два дня после дна. Вот, через два дня после дна. Вдумайтесь, здесь он был вообще 2,07, и 21 октября они сказали, пузырь лопнул. Смотрите, из этих отметок, как мы попидорили потом наверх, на 10 тысяч процентов, на 50 тысяч процентов и так далее. Вот, это было дно. Понимаете, они сказали, пузырь лопнул. Поэтому за иконами надо... Доверяй, но проверяй, ребят. И надо всегда скептицизм и критическое мышление. Вот, стоил 2,5 бакса. Вот здесь дно рынка это было, понимаете, дно. Дно рынка. И вот здесь они говорили, что пузырь лопнул, типа, нахер надо инвестировать. А в статье, знаете, что написано? Говорит, что вот чувак там купил какой-то инвестор, вот какой-то Айг Финги, основатель пиратской партии, получается, в Швеции, написал знаменитую запись, что 5 месяцев спустя написал в Твиттере, что накопление биткоинов до тех пор, пока не достигли 18 долларов, или около того, он перешел к схеме покупки и продажи. В основном продают, кажется, в настоящее время у меня их нет. То есть, типа, купил по 33, продал в 10 раз дешевле, да? Вот. И, соответственно, говорят, что вот нахер нужен этот биткоин, там все дела. И, соответственно, топят его и говорят, что те, кто остался верен биткоина, утверждают, что их не смущают такие дикие колебания рынка. Таким образом, падение биткоина не было совершенно неожиданным для людей. Ну и, соответственно, волатильность утверждает едва ли удивительно на относительно зарождающихся новомодной валюты. Ну это, опять же-таки, энтузиасты говорят. А по поводу данного чувака, типа, вот он продает, давайте продавать вместе с ним. По поводу там Bits&Bob я скину вам статьи в описании, поэтому сами почитайте. Тут, в принципе, я ничего прям ультра такого особенного не нашел. Но если найдете или пролайкайте, напишите в комментах, я разберу отдельно. Вот. По поводу, соответственно, Амазона. Вот у нас там говорили, что, типа, вот, 6-ти процентный рост Амазон 90-х годов по-прежнему превосходит биткоин и эфириум. Типа, нахер надо закупать. Вот, смотрите, картинка. 6 тысяч процентов. Биткоин всего лишь 2800. Хотя он дал это за год, да? А он дал, типа, здесь за 2 года. Ну, окей. Эфириум дал 2800. И биткоин здесь, получается, дал за год 4000%. Ну, считают, типа, это мало. Ну, окей, хорошо. Далее у нас 14 июля 2017 года. Доля эфириума, типа, выросла, соответственно. И, получается, у нас BTC, эфир и Ripple, получается, в топ-3 находились. В январе составляло 5% по состоянию на 22 июня. За 17-й год, статья, если что, получается, выросла на 30%. Вот так вот, ребят. И, получается, снизился эфир у нас на 85% в начале года и до чуть менее 40% на конец июня. И почти 94% опрошенных ферм заявили, что положительно относятся к состоянию токенового эфира. Только 49% опрошенных ферм относятся положительно к биткоину. Хотя, странно, должно быть, по идее, наоборот. Вот, кстати, 5 августа у нас было. Что же, если биткоин пойдет на 0, получается, если хотите, чтобы сделал ролик по данной теме, тоже пишите. Я обязательно тоже сделаю. Также, вот, у нас говорят, недостатки биткоина. Это в 2019 году, 28 марта, делают длительное возрождение маловероятным. Ну, что, типа, он восстановится, это очень мировероятно. Получается, говорят, что говорилось, криптовалютные биржи, получается, появились в лондонском метро прошлым летом, изображая жизнерадостно пенсионера, что-то там плохой совет. Купил биткоины за 10 минут, 6 месяцев назад биткоин стоил чуть менее 20 тысяч долларов. К моменту появления рекламы его стоимость упала до 7 тысяч. Ну, понятное дело, когда реклама, когда уже в новостях говорят, что надо покупать, надо продавать. И, соответственно, в наши дни это всего лишь, получается, 4 тысячи долларов. Ну, и говорят, что вот это было там 36 тысяч процентов. А Apple у нас там подрос тот же самый. Вот. И по поводу самого битка можете почитать более подробно. Я потом, может быть, отдельный ролик сделаю. Сейчас не вижу смысла вдаваться в подробности. У нас разбор немного другой. Ставки на цены биткоина вскоре могут быть признаны незаконными азартными играми. Тоже за 19-й год. Вот. Еще там какая-то статья за 20-й год. Знакомство с крутыми ребятами на биткоине. Вот. Выбрали, получается, 10 обложек, отражающих бурный 2020-й год. Что, типа, все херово. Вот. Также по поводу байденомика у них было. Хорошее, плохое, неизвестное. Далее у нас идет американский путь. Это 30-е мая, получается, идет. И самое интересное, вот здесь какой-то значок 100 тысяч. Ну, скорее всего, я думаю, многие подумали, что биткоин 100 тысяч долларов. Опять же-таки, тоже еще одна обманочка. Далее, получается, клоузет, ну, типа, закрыто. Я думаю, понятно, почему. Из-за инфекционной болезни. Потом политики во время, там, данной ситуации. Потом, соответственно, все под контролем. Вот как это все выглядит на самом деле. Типа, рука держит человека. Ну, государство, я так понимаю, регулятор. Да, человек держит свою собаку вместе с маской. Потом, соответственно, у нас идет правильная медицина для мировой экономики. Плата за остановку. Потом, соответственно, у нас идет, что там происходит у нас в Африке. Соответственно, также за Африку топят, что надо тоже там все делать. Потом, соответственно, время того, что происходило в марте 2020 года. Естественно, начинают сразу постить вот за иконами различные новости. Как это все развивается. Как это влияет на человека. За иконами также запускает у нас индекс нормальности для количественной оценки. Возвращение к допандемической жизни в 50 странах. Это 1 июля 2021 года. Потом, соответственно, уже вышла, кстати, обложка. Если хотите, чтобы я ее разобрал. Также пишите в комментах. Это уже за 2023 год. И, соответственно, я сейчас покажу, когда выйдет это издание. Пока что не вышло. Осталось у нас, получается, 12 дней. То есть, выйдет она 1 декабря. Условно. Вот еще другая обложка. Как мы видим, у нас тут нарисованы 3 лидера таких самых масштабных стран. Как мы видим. Вот здесь, соответственно, тоже. И, как мы видим, тоже все в красном. И рынки, скорее всего, тоже могут быть в красном. То есть, экономика продолжает, скорее всего, быть в утопе. И, получается, 10 трендов, также еще у нас, за которыми стоит следить в наступающем году. Вот. Все внимание там на Украину. Надвигается рецессия. А сейчас, типа, не рецессия, да. Климат серебряный. Там пик Китая. Разделенная Африка. Точки воспламенения, которые стоит наблюдать. Смена альянсов. Туризм. Получается проверка реальности метавселенной. Новый год. Новый жаргон там и так далее. Поэтому, ребят, имейте в виду, что, скорее всего, следующий год также может быть красным. По поводу индекса страха и жадности. Страха никакого нет. Вы скажете, а нахера ты нам показывал эти все статьи? Чтоб вы понимали, что нету там 100% достоверной информации. Я за это имел в виду. То есть, да, вы скажете, здесь там, типа, донные значения. Но этот индикатор коряво работает. Поэтому я особо ему не доверял. Вот. Если здесь, посмотрите, по вот этому мы видим страх сейчас 23. Вот. Если посмотреть, какой был он здесь, допустим, в апреле и в марте. Он был где-то от десятки. Ну, давайте, от 15 и ниже. Вот. Сейчас 23, я считаю, маловато. Вот. Вот здесь был страх, получается, около тоже там 15, 10 и т.д. Вот. Если здесь посмотреть, тоже там какие-то такие донные значения у нас были. Вот. Если, получается, в мае, когда мы упали, даже 12 было, а сейчас 23. Поэтому я сильно сомневаюсь, что все уже закончилось. Если же по поводу, соответственно, здесь страха, тоже 23. Как видим, ликвидация еще куча. По поводу того, что же у нас люди думают покупать либо продавать. Они думают, естественно, продавать. Ну, а по поводу самой обложки, то есть, ничего особенного. Если прочитать, что здесь написано, они говорят по поводу того, что, получается, выживет ли криптовалюта или станет финансовой диковинкой, как луковица тюльпана. Ну, то есть, уже сравнивают с финансовой пирамидой, да. То есть, нагнетают, что, типа, опять пирамидоз. Но я напоминаю, такое же нагнетание у нас было вот здесь вот, получается, что криптовалюта пузыри. На дне рынка, опять же таки. Дно ли это, узнаем постфактум. Ребят, я лично считаю еще ни хера ни дно. Я объяснил, почему в закрытом клубе более подробно тот, кто состоит, прекрасно знает. Я уже опубликовал эту информацию. И подкаст записывал, и в текстовом сообщении говорил, и плюс видос записал. Поэтому, кто состоит, тот знает. Поэтому, кому интересно, присоединяйтесь. Там вся инфа полностью. Ну, а здесь я буду показывать урезанную версию. Поэтому вот такая уникальную инфу я почу только там. Вот, по поводу своих ордеров, покупок и так далее. Кстати, есть пожизненная подписка. Кому интересно, соответственно, пишите в личку. Вот, а соблазны инноваций ничего не значат, если инвесторы и пользователи опасаются, что их деньги растворятся в воздухе. Чтобы криптовалюта снова поднялась, она должна найти правильное применение, которое оставит позади изворотливость. Ну, и также говорят по поводу там о регулировании. Один из принципов заключается в том, чтобы свести к минимуму кражи и мошенничества. И, соответственно, как любой финансовой деятельности, да, можно подумать о банке, там нету никакого мошенничества и пирамидоса, да, пирамидальные схемы. Получается, защитите основную финансовую систему от дальнейших криптоатак. Получается, блокчейны были специально разработаны, чтобы избежать оригулирования. Ну да, блокчейны, чтобы избежать оригулирования. Очень смешно. Вот. И то же самое говорит всего две недели назад. Катастрофа там биржи FTX и так далее. В Вашингтоне был поемлемым лицом криптовалюты, общался с законодателями, финансировал усилия, направленные на то, чтобы повлиять на регулирование. Сейчас осталось ничего, кроме одного миллиона разъяренных кредиторов, десятки шатких криптофирм, быстрое крушение нанесло катастрофический удар и так далее. Вот. По поводу, соответственно, как и в конце любой мании, теперь вопрос заключается в том, может ли криптовалюта когда-либо быть полезной для чего-либо, кроме мошенничества и спекуляций. Была обещана общая технология, которая могла сделать финансовое посредничество быстрее, дешевле и эффективнее. Каждый новый разгорающийся скандал повышает вероятность того, что настоящие новаторы будут отпугнуты, а отрасль пойдет в упадок. Тем не менее, остается шанс, хотя он и уменьшается, что однажды должна появиться какая-то устойчивая инновация. Ну да, по типу CBDC, да? Вот. Поскольку криптовалюта падает на землю, а этот мизерный шанс следует сохранить. И, кстати, сравнивают криптовалюту с пирамидосами, да, получается, крупной личности. По поводу все это классические, получается, финансовые мании от тюльпанной лихорадки в Голландии 17 века до пузыря южных морей. Опять-таки, с пузырем сравнивают, ребята, напоминают 2011 год, когда он стоил по 2 доллара и 2 дня спустя дно рынка. Вот, если кто забыл, еще раз покажу вам. Вот, 2 дня, 21 числа, получается, дно рынка прошли, и вот здесь они сказали, что пузырь. Сейчас ровно то же самое, понимаете? Вот, поэтому имейте это в виду, вот, и говорят, что, типа, соответственно, по поводу банковских кризисов 1900-х годов, там, и так далее. Соответственно, стоимость криптовалют упала у нас с 3 триллионов долларов до 800 миллиардов в 2021 года. Сегодня составляет вот 730, и, как и в любой мании, теперь вопрос заключается в том, может быть полезной. Соответственно, ну, в общем, основной тезис из того, что я прочитал здесь, то, что надо криптовалюту регулировать, то, что криптовалюта пирамида, скам там и так далее, условно говоря, пирамидов, как тюльпаны, там, банки и так далее, FTX еще скаманулась, и типа того, что конец криптографии, все будет литься еще больше. Опять же-таки, я считаю, дно еще ни хера не достигнуто, это мое мнение, вы можете считать как угодно, если перейти на текущий момент, то есть можно посмотреть, что сейчас у нас, как мы видим, объемы никакущие, если давайте перейдем тоже на ту же биржу Binance, да, соответственно, у нас падение, как мы видим, цену давят вниз. Если посмотреть по бирже CME, то же самое, я говорил, здесь не закрыты у нас ГЭПы еще получатся в районе 11 тысяч, я говорил, остановка первая 12 700, потом здесь 9 700-10 тысяч у нас донные отметки. По поводу индексов и так далее, то есть, как мы видим, тоже пошел какой-то откат, то есть, все равно я говорил, что, скорее всего, разворота никакого ни хера не будет. Самый сильный у нас Dow Jones, но, как мы видим, даже сейчас мы попытались якобы выйти из медвежьего вот этого канала, нисходящего локального, да, и глобального, ну и после этого падаем вниз. По поводу индекса доллара, как мы видим, пытается показать он какой-то отскок, а я напоминаю, когда он растет, у нас фондовый рынок и крипта падала, не всегда, но падала. И, кстати, завтра-послезавтра у нас будут рынки закрыты. Ну, более подробную инфу я предоставил закрытом клубе, что же может быть, и когда стоит докупаться, и дно это было, либо нет, да, потому что, я напоминаю, они говорили спустя два дня, что типа биткоин-пузырь, и сейчас они говорят ровно то же самое, что крипта downfall, и плюс вот эта дата с 19 ноября вышла, получается, вышел журнал, получается, вот это издание, 17-го числа, то есть вчера. Поэтому, ребят, такие выводы, такие дела, что думаете, более подробную аналитику я еще очень интересно по поводу некоторых людей и топовых личностей я озвучил уже там, вот, поэтому, кому интересно, присоединяйтесь там более подробно, все четко, и, соответственно, конкретные рекомендации, что, когда, где, насколько закупаться и так далее, плюс мои ордера. Вот, ребят, что думаете по поводу данной обложки, было ли это дно рынка, как нам говорили, да, либо оно будет как раз-таки спустя два дня, кстати, вот еще одно важный момент, смотрите, 21 октября они опубликовали, да, смотрите, сейчас переносимся обратно в 2011 год, вот, сейчас я покажу вам, 21 октября, сейчас, вот, не туда перенесся, вот, соответственно, 21 октября, спустя два дня, а теперь задумайтесь, смотрите, спустя два дня, то есть они выпустили свою статью, вот, 21 октября, спустя два дня после дна рынка, да, то есть дна рынка мы прошли, я, ну, если кто не верит, вот, отдалите, смотрите, отдаляем, вот, отдаляем, вот у нас 21 число, и после этого мы улетели потом Тезумун, смотрите, ну, месячный, давайте, откроем график, даже если не верите, вот, и улетели мы потом дальше, вплоть до, там, 70 тысяч долларов, я думаю, с этим понятно, так вот, и самое интересное, что вот здесь было дно спустя два дня, и теперь то же самое, смотрите, вот у нас даунфол, смотрите, вот вышло 17 ноября, и спустя два дня якобы должен выйти у нас это издание, понимаете, то есть типа 19 числа будет дно, то есть вполне, ну, додумайте сами, что у нас может быть 19 числа, или, может быть, и не 19, в общем, более подробно я сказал в закрытом клубе, ребят, поэтому напишите свои версии, будет интересно почитать, я не буду озвучивать специально, чтобы вы включили мозги и подумали, что может произойти, или что не произойдет, понимаете, и такие дела, поэтому, ребят, такие мысли, такие дела, и вы думаете это совпадение все, да? Я не думаю, всем удачи, всем пока!